Рестаурационные работы начались два года тому. За годы час набережно уже изменилось свой внешний выгляд. Заявились спортивные детские плясовки, место для подчинка и велодорожки. Планы, которые несколько лет тому были проектом, но были реальные воссобления. Культурно-рекреационная зона обновляется на передние тысячи годов. Что год сумма инвестиций около двух миллионов белорусских рублей. Работы закрыли и раку Муховец. Прошла чистка акватории, поглубление дна. Ожитивились и работы по взманцеванию подпорной стенки. Место будущих работ зараз от улицы 17-го Верусня до Ленина. В этом году реализуется этап от улицы Карла Маркса, то есть не раньше стоял заборочного порта, в сторону улицы Ленина, то есть уже, скажем так, вошли на территорию порта. Включена дорожка, которая ведет от воды, от Муховца, вверх по Ленина, с левой стороны, до Машерова. И вот, получается, у нас там будет велодорожка, там будет тротуарная дорожка. С теканностью за первое время набережные назираются Брастолшане. Я здесь выросла, когда еще эта набережная была старая. Нет, очень хорошо. Конечно, это радость, что есть, как говорится, и нам, ветеранам, пройтиться, как говорится, вот есть где вот с супругой. Вот, и детям пробежаться, и молодым мамой с коляской, как говорится, есть где прогуляться. Я вообще, ну, 20 лет живу в Бресте, и я вообще в шоке, я приехала, этого почти ничего не было. А сейчас настолько красивый город, настолько красивая набережная, и с такими темпами продвигаются. Да, конечно, нравится, места много, для деток сделали, для взрослых сделали площадку, замечательно. Во всей красе обновленная набережная по останнюю осенью 2019-го, 2000-го дня народжения Бреста. Но на этом праца не закончится, есть и планы далекие. У приватности разместить на набережный ЗАГС, по яким идет передпроектная пропрацовка по обгрунтованию инвестиций, а так само кафе на воде. Благоустраиваем, озеленяем, в том числе, расчищаем с целью, с далекой перспективой, войти в Брестскую крепость вдоль реки. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадио компания Брест.